В предыдущей серии. Натуральный блондин. Такой ли он натуральный? Такой ли уж добрый Дамблдор? Почему Сиверус Снейп вызывает чувство онемения? Что скрывает в себе мантия темного лорда? И, наконец, по какой причине мы так ненавидим розовый цвет в Патериане? С помощью одежды можно усилить свой образ, личный бренд, а также можно обмануть смотрящего и притвориться тем, кем не являетесь. Об этом и многом другом смотрите видео по ссылке в описании. Всем привет! С вами Юля, я создатель бренда Julia F. И это вторая часть обзора нарядов героев из серии фильмов о Гарри Поттере. О том, как нам художники по костюмам без слов, только через одежду, передают скрытые эмоции и послания своих героев. Конечно, даже у художника по костюмам есть любимый персонаж, с которым хочется работать как можно чаще. Дженни Тимим признала, что ей очень нравилась Белатриса Ле Стрэндж. Если с обычными положительными персонажами все было предельно ясно, то Белатриса была одним из худших героев, и ей нужен был соответствующий дизайн. Если не всматриваться в Ле Стрэндж, то она будет выглядеть примерно так же, как и другие пожиратели. Но если детально рассмотреть ее одежду, то можно заметить, что она кардинально отличается от других. По словам дизайнера, потребовалось много усилий, чтобы Белатриса выглядела такой уж испорченной. В девичестве Белатриса носила фамилию Блэк. Не случайно все ее наряды черного цвета. Также было важно подчеркнуть, что она из древнего знатного рода. Это нашло отражение в ее нарядах, которые имеют знаковые элементы моды средневековья. Обратите внимание на рукава. В средние века их не пришивали, а пришнуровали, совсем как на платье Ле Стрэндж. Также важная деталь – обрезанный подол юбки. В те времена дамы носили платье со шлейфом. Его длина зависела от социального положения. На въезде в город у модниц просили бумаги, чтобы проверить, действительно ли она может носить шлейф именно такой длины. Если он был не по статусу, то его тут же отрубали или отрезали. Оборванный подол у Белатрисы может сказать нам о том, что ради служения темному лорду она пойдет на все и даже готова отречься от своего статуса, отвернуться от семьи. Либо подол она оборвала себе специально, чтобы было проще убегать из Аскабана. Также Ле Стрэндж постоянно носит корсет – непременную деталь средневекового наряда. Возможно, кто-то из вас сейчас немного удивлен моим выбором героя. Далеко не главного, но очень яркого. В детстве Рита Скиттер меня безумно раздражала своей назойливостью и порой двуличностью. Ее внешность не чем-то напоминала Мерлин Монро, а от костюмов веяла своеобразной ядовитостью. Я просто не смогла пройти мимо этой героини в своих обзорах. Очень хочется разобраться и понять, почему она во мне вызывала такую бурю эмоций. До момента, пока не появилась Амбридж, но с женщиной в розовом свитере в твиттере мы уже разобрались в предыдущей серии. Придумывать костюмы для персонажа нужно обязательно вместе с актрисой, убеждена Дженни Тэмим. Поначалу я видела в Рите Скиттер только жажду власти, а Миранда хотела добавить ее образу нотку безумия, некую долю истеричности. Миранда Ричардсон – актриса, блестяще исполнившая роль Скиттер. Миранда вспоминает, мы решили, что Рита ни за что бы не оделась слишком просто. Рита считает, что выглядеть подобающе случаю – ее долг, так, как и говорить правду в ее понимании. Миранда и Дженни увидели в Рите Скиттер отражение образа голливудской актрисы 30-х годов, светской журналистки Хэдде Хоппер, известной весьма своеобразным вкусом. Я немного погуглила информацию о ней и осталась под впечатлением. Ее часто критиковали за агрессивные нападки на кинозвезд, из-за ее высказываний страдали многие, ее ненавидели, а также Хэдда Хоппер вынудила Чарли Чаплина эмигрировать. Она была едва ли не самым опасным человеком в мире кинозвезд. Завести знакомство с нужным человеком, выудить эксклюзив, подслушать интимный разговор – Хэдда не гнушалась ничем. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Однако Хэдда Хоппер была известна еще своими экстравагантными нарядами. Все это, я думаю, и легло в основу образа Риты Скиттер. Для каждой сцены в четвертом фильме с участием Скиттер готовился отдельный костюм. Эти бревские наряды – итог долгих бесед между Мирандой и Дженни Тэми. На разных этапах турнира «Трех волшебников» Рита появляется в костюмах, подобранных для каждого события отдельно. Лучше всего отражает характер Риты отделанный мехом зеленый шелковый костюм, в котором она берет интервью у неожиданного участника турнира Гарри. Был подобран специальный зеленый оттенок, который на подсознательном уровне ассоциируется с опасностью. Про зеленый цвет в одежде я говорила в предыдущей серии, но повторюсь. Психология данного цвета в одежде – мир, природа, спокойствие. Как будто не подходит, правда? На волшебном мире зеленый часто применяется в зловещих сценах. Зеленое – ядовитое ведьминское зелье, зеленые языки пламени – в знак могущества злого колдуна. Но и в доказательство самое запретное зловещее заклинание – Авата Кедавра. Угадайте, каким цветом сопровождается? Образ Риты Скиттер был зловещим от ядовитости и скользкости этого зеленого костюма. Она была похожа на зменю, которая готова вот-вот напасть. Героини сделали тонкие изогнутые брови, которые в обществе принят ассоциировать с жестокостью и какой-то беспринципностью. Ей прорисовали острые и оские губы – символ суровости, а ногти своей длиной скорее напоминают когти хищника, который вцепляется в свою жертву. На заседаниях суда ее специально одевали в серое невзрачное, чтобы женщина сливалась с общим фоном. Она как бы принимает правила игры, становясь частью судейской коллегии и мрачной атмосферы судебного заседания. А перед первым испытанием с драконами она – воплощение того самого дракона. На ней куртка под рептилию и ободок с шипами, рожками. Рита Скиттер является незарегистрированным анимагом, о чем в книжной версии догадалась Гермиона и словила журналистку в виде жука в банку. В фильмах данный момент пропустили, но, возможно, об этом нам намекали нарядами Риты Скиттер, которые она так легко и уместно подбирала в различных ситуациях. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Флёр Делакур появляется в Кубке огня как студентка Шарматона. Как призналась художница по костюмам Дженни Тэмин, работать над образами девушек из Академии Шармбатона по сюжету, расположенной на юге Франции, было легче всего, так как она сама наполовину француженка. Беловой цвет для униформы студенток она решила выбрать, потому что ранее в фильме этот цвет почти не использовался, значит мог смотреться свежо и ново. Кроме того, синий цвет традиционно имеет большое влияние в культуре Франции. Если вам показалось, что платья и кейпы студенток смотрятся слишком легкими, то это не упущение, а задумка. Тэмин решила, что было бы забавно, если бы девушки из Шарматона были одеты не совсем в соответствии с холодным климатом Шотландии, где расположен Хогвартс. Это должно было лишь подчеркнуть то впечатление, которое они произвели и на Рона. Перед нами просто какие-то небесные создания, а не обычные девушки. Также зрителям Флёр де Лакур запомнилось, конечно же, и союзом с Уизли в седьмой части саги. Его выходу предшествовал огромнейший скандал. Увидев свадебное платье Флёр де Лакур на промо-фотографиях, многие заметили его сходство с платьем Александра Макуина. Кому интересно, коллекция осень-зима 2008, ссылка в описании. Коллекция Макуина посвящалась Британии. В 2010 году платье приобрел музей при FIDM в Лос-Анджелес. Если быть точными, в доме Макуина специально сделали для них один экземпляр. Так вот, в музейном блоге писали о главной детали платья – кружевной аппликации в виде павлинов. Индийские птицы, символы войны и монархии – эти имперские создания вызывают в памяти королеву Викторию, которая стала коронованной императрицей Индии в 1876 году на пике британского колониализма. Черное оперение на фоне кремового тюля напоминает траурную палитру, такую же, какую выбрала для себя Виктория после смерти любимого мужа принца Альберта в 1861 году. Художница же по костюмам в фильмах о Гарри Поттере говорила о паре фениксов, которые обращены друг к другу и формируют на корсаже силуэт сердца. Она выбрала фениксов, поскольку они вечны, как и любовь. Плюс, для любителей Патерианы, феникс – не пустое слово. Мы имели удивительную возможность видеть перерождение Фоукса, восставшего из пепла во второй части «Тайная комната». Так или иначе, платье действительно похоже, но я не могу говорить о плагиате из-за некоторых расхождений. Вспомните, дьявол носит прада. Сотрудница держит два почти одинаковых ремня и восклицает. Они же совершенно разные. Для тех, кто разбирается в вещах, разные. Для дилетантов – одинаковые. Ну, и еще кое-что наподумать. Если в платье Макуина два павлина, как изображение Виктории и ее мужа, то хочется обратить внимание на тот факт, что самка павлина не имеет пышного хвоста. И получается два целующихся павлина-самца. Толерантно, но не оправдывает идею. Тогда как феникс – птица мифическая. Кто знает доподлинно, какой хвост у самца и самки? Другой вопрос – если на платье фениксы почему они не красные? Давайте пообщаемся в комментариях. Изначально в фильме Люциус Малфой должен был выглядеть совсем по-другому. По описанию у него были черно-белые волосы и классический костюм в тонкую полоску. Джейсон Айзекс, изучивший своего персонажа, сказал, что Люциус никогда бы не оделся как магл, поэтому его внешний вид нужно было изменить. Таким образом, у Люциуса появился необычный костюм, а волосы стали длинными и белыми. Кроме того, Джейсон предложил добавить Люциусу трость, в которой он бы прятал свою волшебную палочку. Можно сказать, что весь образ Люциуса был создан только благодаря Джейсону Айзексу. Именно таким мы с вами его впервые наблюдаем во второй части «Тайная комната». Идеальный костюм, идеальная прическа, идеальный черный цвет в одежде. Образ закрытый, обратите внимание на высокий воротник и длину манжетов. Образ отталкивает, от него веет прохладой. Собственно, как и должно быть по сюжету. Люциус один из самых модных персонажей вселенной Гарри Поттера. Он всегда одет в безупречный наряд, ходит с тростью, настоящий дэнди. К слову, он стал выглядеть изящно с третьей части Поттеряны «Узник Аскабана», когда в проекте стала участвовать уже известная нам художница по костюмам Дженни Тэмин. Однако в последней части перед финальной битвой за Хоббартс мы видим, что стиль его нарядов меняется. Он больше не аристократ, а воин. Его новый стеганный кожаный наряд с массивными плечами чем-то похож на доспехи. В последней части фильма мы видим татуировку нашей Люциуса, номер «Узника Аскабана». В общем, становится ясно, что после возвращения из Аскабана он стал другим человеком. Потерял блеск, перестал бриться, ухаживать за волосами. В результате, к концу повести, моральное и физическое поражение злодея становится очевидным. Как мы знаем, у Хагрида нет волшебной палочки. Ее разломали в Министерстве магии, когда он еще был студентом. Однако, обломок палочки он сохранил и вставил в зонтик. Выбор цвета розового говорит нам о том, что Хагрид нежный и сентиментальный человек. А еще вспомните, как он хотел произвести впечатление на мадам Максим, которая приехала на турнир волшебников. Он украсил свое старое пальто огромной брошью в виде цветка. То, как неумело, но искренне желая выглядеть привлекательнее, Хагрид делает себе укладку, говорит нам о том, что для него это впервые. И романтичные чувства тоже. Цветок протея, возможно, тоже выбран не случайно. С одной стороны, он очень похож на голову феникса. Считается, что феникс придает мужество чистым духам людям и повергает в страх недостойных. Как и весь образ лесничего Хагрида. С первого взгляда он производит впечатление довольно сурового и неопрятного великана, видавшей виды шубе. Однако, за этой довольно грубой оболочкой скрывается добрая и чуткая душа. Для особых случаев Хагрид облачался в очень мохнатую мантию, которая придавала ему вид огромного мамонта. Желтый галстук горошек в этом ансамбле смотрелся нелепо. Выбор такого яркого цвета на подсознательном говорит нам о том, что Хагрид жизнерадостный, беззаботный, а также находится в гармонии с окружающим миром, что объясняется его любовью к животным. Вообще, этот образ можно воспринять как неуверенность и ребячливость, мохнатая мантия как некая защита от внешнего, а галстук вроде бы должен добавить серьезности и официальности, но цвет и принт вызывают улыбку. На этом вторая часть обзора образов героев Патерианы подходит к концу. Пишите в комментариях, что думаете о моих рассуждениях, а также на ряд какого героя хотели бы обсудить. Буду благодарна вам за поддержку в виде лайка и подписки. Это действительно очень важно для меня и очень мотивирует. Желаю всем прекрасного настроения и пока-пока. В следующей серии тетя Петунья и ее экстра мини, куда смотрел ее муж, Молли Уизли и ее любовь к вязанию, Виктор Крам, русский парень, а также странная профессор Трелони и Луна Лавгуд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!